Волонтёр – это состояние души, уверена студентка Марина Абрамова. Добровольческой деятельностью занимается с 2016 года. Начинала с участия в патриотических акциях, а потом расширила сферу деятельности. Марина говорит, волонтёрство открывает для неё новые возможности. Благодаря волонтёрству я могу побыть в роли повара, в роли куратора, я могу посетить спортивные мероприятия, может быть, какой-то культурный, да даже научную конференцию, от которых я так далека. Поэтому волонтёрство – это отдельный волшебный мир, который я хочу, чтобы попробовался на себе абсолютно каждый человек. Анастасии Сабаниной нравится дарить радость и позитив. Девушка осваивает важное направление добровольчества – донорство. Из-за ограничений в весе сама кровь не сдаёт, но помогает правильно подготовиться к процедуре другим. Говорит, что от эмоционального состояния человека зависит многое, поэтому важна поддержка. Подготовка – это очень важный этап в жизни донора, так сказать. Если он правильно подготовится и будет себя хорошо чувствовать, он будет в положительном эмоциональном состоянии, то это намного улучшит его состояние и после донации. Встреча волонтёров и их наставника, которые собрались в Самарском университете имени академика Королёва, приурочена ко дню студента. На ней обсуждалась и программа мобильности. Она позволяет ребятам участвовать в крупных всероссийских и международных событиях, образовательных стажировках, главная цель которых – обмен опытом и получение новых знаний. Волонтёры не только помогают, но при этом они ещё и получают очень много для себя. Они учатся, как с кем-то разговаривать, как подойти к тому или иному человеку, как с документами поработать. Дорогу и добра важно идти с опытным наставником, который в случае необходимости поддержит советом или подставит надёжное плечо. Напомним, 2023 год объявлен годом педагога и наставника. Такие встречи будут проводиться на регулярной основе. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.